привет друзья сегодня постараюсь коротко знаю что у меня не получается но постараюсь не знаю когда вы смотрите это видео но если смотрите еще в тот момент когда у нас все это пандемии коронавирус и прочее пока еще есть обязательно соблюдайте гигиену мойте руки желательно ничего не трогать носите маски чтобы минимизировать риск того что если даже маска чуть-чуть помогает тут лучше чем ничего поэтому от нас с вами зависит насколько быстро мы вернемся к привычному образу жизни поэтому давайте все вместе постараемся а что касается сегодняшней темы распределенные блоки или кросс-модули или шины или шинки неважно что все эти устройства они созданы для распределения нагрузки для того чтобы из одной сделать несколько распределить как-то нагрузку отвести отходящие линии фидеры какие-то и прочее то же самое словно вага какой-то клеммник как правило он используется для когда у вас одна приходящая линия вам ее нужно развести на несколько нагрузок примерно то же самое оборудование используется в щите только она по-другому выглядит и бывает абсолютно разных видов я уверен что здесь далеко не все здесь точно нет шин медных там или каких-то других это именно установочные изделия на один рейку то есть эти устройства устанавливается на рейку у них есть специально для этого крепления сзади и собственно надевается на рейку из чего по сути состоит распределительный блок или кросс модуль дайте для примера какой-нибудь такой возьмем это у нас соответственно пластиковая часть защиты от прикосновения не пропускающие напряжение сами крепления для того чтобы установить на один рейку и непосредственно сами шины распределительные как правило они делаются либо из латуни либо из меди либо из каких-то сплавов устройство примерно одинаковое если это мы говорим о кросс модулях так называемых то это как правило несколько полюсов не связан друг другом вы их можете соединить проводом например бывают даже такие которые соединяются какие-то штатные имеют средства либо распределительные блоки рбдшки когда у нас один общий полюс вот мы видим что это все связано друг с другом один общий полюс и здесь определенное количество отверстия то которое нужно вам опять же выбирается по размерам производителям и прочее в принципе это их основная задача это подвели провод и от него уже забрали столько сколько вам нужно тех сечений на те нагрузки которые вам необходимы что я хочу здесь важно сказать мы давно уже пользуемся этими всеми устройствами достаточно большом количестве все относительно но там если не соврать примерно наверное за прошлый год около 300 500 разного типа распределительных блоков было поставлено и поначалу мы тоже думали что здесь можно сэкономить и нужно сэкономить какая разница это всего лишь какая-то там латунная шинка но как все в как бы в мелочах кроется и брали и ковский навигатор навигатор ские декрафтов ские и если их более подробно изучить во первых часто бывает так что вот не знаю где этот кстати забавно весь пустой здесь нету никаких винтов видимо донором был почему был донором я сейчас позже расскажу но очень часто в распределительных вот этих кросс модулях здесь еще более-менее нормально хотя вот есть винт абсолютно неправильный в дешевых распределительных блоках или кросс модулях винты часто не зализаны на конце они имеют достаточно острые кромки эти острые кромки вместо того чтобы контакт а по сути винт именно создает контакт между проводником для того чтобы ток тек сопротивление соответственно чтобы было минимальное и получается что из-за того что острые кромки это там надо близко показано поверьте мне здесь еще нормально но бывают такие как с острыми краями которые просто прорезают могут и прорезать иншевышку или сам проводник и в общем контакт от этого лучше точно не станет в хороших у хороших производителей у них этих винты они имеют очень плавные края для того чтобы минимизировать риск того что вы прорежете этот провод или его как-то сломаете или проводник и еще один из самых важных моментов это закручивание этих винтов и собственно тот сплав из которого сами винты сделаны как я сказал мы поначалу долгое время работали на яковских там декрасовских навигаторов ских и прочих кросс модулях и там ну условно я немножко утрирую но примерно так оно и есть что каждый десятый винт его вот это вот его шлиц просто срывала это несмотря на то что мы пользуемся специальными отвертками есть специальные отвертки или биты с двойным шлицом плюс-минус называется или там как-нибудь по hs шлиц то есть у него есть длинная сторона как плоский шлиц и соответственно крестовая это паш или pz несмотря на то что мы пользуемся правильными и типоразмерами и самими этими головками и самое главное и что очень важно это динамометрическим инструментом потому что все винтовые клеммы не несмотря все винтовые соединения несмотря как вообще какие они если производителем указан определенной степень затяжки мы пользуемся динамометрическим инструментом чтобы затянуть именно с тем усилием с которым рекомендуют говорит нужно делать производить при этом получается что вот примерно каждое десятое каждый десятый шлиц таких вот из дешевых кросс модулей распредельных блоков вот какие-то андели это по-моему и эковские какие-то распределительные блоки в общем особенно крестовые они просто не выдерживала нагрузку сам шлиц винта и он просто слизывался и загрузить было практически невозможно и у нас вот такие вот даже доноры появлялись которых мы винты меняли долго мы там пробовали пробовали разные дешевые потом попробовали или грамм в том числе как вы можете видеть вот эти вот я практически уверен на сто процентов что именно с лигранда были заимствованы дизайны самих этих распредблоков но лигрант в общем-то нормальный и хороший но как-то так получилось что все-таки вот больше шнайдеровские нам понравились и по внешнему виду и по составу и по крышка та же самая как она ну то что она не снимается а то что она держится может быть кому-то это будет менее удобно тем не менее мы именно шнайдеровскими и пользуемся да они дороже чем какие-то дешевые но как показывает практика в итоге с ними меньше геморроя что касается распредельных блоков примерно то же самое поначалу там и эковский анделевский какие-то были в итоге их какой-то совсем не какущий пластик болтается внутри вот это вот общая металлическая металлическая часть куда покрепить сами проводники все отламывал все криво как-то закручивалась вечно с резьбой были какие-то проблемы в итоге перешли тоже на шнайдеровский причем у шнайдеровских что прикольно да там и оба бэшных тоже ну вот шнайдеровский нам понравились больше у них есть разные типоразмеры такой такой сейчас еще покажу еще 3 по-моему есть по и еще несколько есть это там на 12 присоединить раз два три 4 5 6 7 8 9 10 на 10 есть на 12 есть на 13 а это раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 14 присоединений естественно они там на разные токи тоже рассчитаны но нам в бытовом секторе важнее именно количество присоединений а не токи какие 250 ампер нам не нужны то есть на или бывшие а бы бэшные да они тоже вполне неплохие тоже достаточно надежные но вот как-то так получилось что и во первых с момента когда а бб продали свой завод насколько мне известно там были проблемы с поставками мы как раз решили переходить на другие распределительные блоки и нам на глаза попались шнайдеровский и мы успешно их перешли да не стоит честно говоря ну как то есть совсем не гуманно как мне кажется там вот такой такой там полторы две тысячи они стоят если там условно какой-нибудь такой рублей 600 в лучшем случае худшем случае но тем не менее опять же если вы смотрите наш канал и там что-то смотрите и учитесь и прочее ну если вы про экономию то конечно наш канал тут не подойдет мы стараемся использовать только самые качественные хорошие проверенное оборудование в принципе наверное вот все что хотел сказать именно про распределительным блоком то есть это устройство который позволяет распределить распределительный блок распределить нагрузку подвести какой-то основной один питающий кабель развести какие-то более мелкие или те же того же самого сечения то есть помогают то есть это шинка по сути говоря а шинка это именно распределение нагрузки на шину что-то пришло чего-то куча ушло или куча всего пришло и куда-то там подсоединился к основному питанию не реклама ни в коем случае как видите тут много разных и ты ешь на это же вполне себе имеют право на существование или грамм тоже ну а из дешевых здесь как бы будет много с ними как мне кажется по нашей практике проблем даже несмотря на то что использовать правильные оборудование ради примера возьмем обычный отвертку обычную биту это у нас pzp h1 и как бы здесь видно что они не приспособлены для этого даже по h2 и куда здесь именно плаш все равно будет оттуда вылетать с плоским шлицом она встанет именно в плоскую часть а крестовая в крестовую и вытащить его оттуда будет очень тяжело поэтому он собственно и срывается он не просто туда вылезает и прокручивается он именно срезает часть металла и потом уже начинает прокручиваться в общем как то так в принципе по шинкам по распределительным блоком все машинкам сделаю отдельное видео тоже есть что о них рассказать все спасибо за внимание берегите себя своих близких свою жизнь и естественно соблюдайте правила безопасности особенно сейчас и чистоту чистоплотность гигиену расстояние прочее 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 все всем пока